Сегодня утром мы говорили о том, что значит быть благословенным. Мы говорили из Матфея, 10 глава, 8 стих. Даром получили, даром давайте, сказал Иисус ученикам Своим. Деяния 20.25 сказано, и памятовать слова Господа Иисуса, что Он Сам сказал блажение давать, нежели принимать. Часто мы думаем о том, что мы благословлены как принимающие благодать. Здесь Иисус говорит блажение давать, нежели принимать. Иногда в христианстве мы думаем, что наша жизнь только принимать для себя, я принимать для моей ситуации, для моей жизни, для моих трудностей, для моих испытаний, моего призыва, моей цели, моей семьи, моего брака. Это замечательно, чтобы начать. Но нужно понимать, что благодать была дана мне, чтобы я отдавал ее другим. 1 Петра 4.10 сказано, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Это не о делах. Это не законничество. Просто я принимаю и я отдаю. Я отдаю то, что я принял. Я не принимаю для себя, только становясь эгоистичным верующим. Благодарение Богу, что мы церковь, которая не только принимает благодать, но и отдает. Вот почему у нас 693 церкви в 80 странах. Это действие ни одного человека, ни группы людей. Это вы, церковь. Это Бог и тело Христа. Мы не принимаем благодать только для себя, где на этом все заканчивается, но мы принимаем и отдаем. Блажение давать, нежели принимать. Блажение давать, нежели принимать. Невероятно. У нас не было бы столько глобальных проблем, если бы верующие жили жизнью принимающих и отдающих. Из-за того, что христианство не живет, как принимающие. И отдающие многие вещи происходят. Я наблюдаю за разными служениями по телевидению, по радио. Похоже, они очень сосредоточены на себе, на своей работе, на своем служении и на своей жизни. Я не 20-24. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. Мы были отделены Богом, как принимающие Божью природу и характер. Здорово, правда? Когда вы были спасены, вы приняли личность Святого Духа. Это дар благодати. Одна из проповедей Буркино-Фасо была «Любовь благодати». Что такое любовь благодати? Это Божья мотивация любви, когда Он передает нам свою природу и характер. В Галатии возникла проблема. Павел пишет им письмо. Большинство посланий Павел начинает с приветствия. Здесь он переходит прямо в делу. Говоря, Павел апостол, избранный не человеками и не через человека. Галатам 1.1. Это очень сильное заявление в повелительном наклонении. Павел знает, что происходит в церкви в Галатии. Он насадил церковь в Галатии, но закон захватил и увел их. Так может произойти в нашей жизни. Я могу быть верующим, благодатником, рожденным свыше и спасенным по благодати. Но если я не осторожен, я обнаруживаю себя скатывающимся в законничество дела, плоть и религиозный дух. Так часто это происходит. Не могу поверить, что женился на этом человеке. Когда я женился на ней, она была одной, но сейчас она немного другая. Люди отпадают от благодати Божией. Павел предупреждает Галат об этом. Он говорит очень и очень серьезные слова. Галатам 2.4, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились. Это для нас, чтобы охранять свою жизнь, жизнь пастора и лидера благодати, и охранять церковь. Много разных странных вещей стараются проникнуть в церковь. Ответственность пастора Альфреда охранять свою жизнь, благодати, и церковь в Либерии. Он возвращается очень скоро обратно в Либерию. Он там в церкви, чтобы охранять церковь. И он пастор, который охраняет. Вы знали это? Отец, пастор, муж, директор школы, учитель охраняют то, что было доверено им. Они не просто ведут и наставляют, но и охраняют их от врага. У вас у многих есть дети. Разве вы не охраняете ваших детей? Вы знаете, что происходит вообще в мире? Мир пытается украсть умы людей через технологические процессии, процессы, инженер, инженером которых является сам сатана. Будьте осторожны. Процесс, прогресс и технологии не приносят духовность. Они могут быть использованы для духовных целей, но без духовности они приносят странные вещи. Есть плохие вещи в обществе, и их видят все. И есть хорошие, но они не от Бога. Хорошие вещи без Бога намного опаснее, чем плохие. Почему? Потому что их трудно различить. Это хорошо, но без Бога. О, мы накормим всех бедных. Иисус говорит, бедных всегда будете иметь с собой. Я сделаю то, сделаю другое. Хорошо ли это без Бога? Это опасно. Хорошая без Бога ведет людей смотреть на человека как на Бога, вместо того, чтобы смотреть на единого Бога. Вы со мной? Вы слышите? Если вы отдадите свое тело на сожжение, а любви не имеете, нет в этом никакой пользы. Вы становитесь мучеником, не имея любви. Мученик без Бога умер и очутился в аду. Это делает добро без Бога. Эта церковь была в опасности, атаки были со всех сторон. Так может произойти и в нашей жизни. Нас могут атаковать, чтобы увести от характера Бога. Я хочу воспитывать своих детей в природе Бога. Я хочу провести детский лагерь в природе Бога. Слава Богу, что я, не я провожу этот лагерь. Я всегда молюсь за вас. Ребята, участники молодежного служения. Благословит вас Бог. Я добрался до дома после четырех дней путешествий. Я вылетел из Буркино-Фасо, Уагадугу, на север, в Болго-Танго, затем в Северную Ганну, затем в Англию, и потом в Америку. Я находился в коматозном состоянии. Мой мозг отказывался действовать. Рано утром я услышал стук в мою дверь. Это была моя внучка. Она спросила, «Ты готов собирать мозаику?» Я даже не мог выговорить это слово. Мозаика. Давай будем собирать мозаику. И вот я, умственно, отсутствующий, физически готовый к погребению. Давай. Будем собирать мозаику. Я буду сидеть здесь, пытаться держать свои глаза открытыми. Она большой любитель мозаик и головоломок. Иногда мозаика состоит из 800 фрагментов. И это занимает несколько дней, чтобы собрать их. У меня нет такого терпения. Моего терпения хватает на мозаику из 10 фрагментов. А она и бабушка сидят там и собирает мозаику. Церковь замечательная. Послание благодати замечательное. Оно идет очень далеко. Послание благодати идет очень далеко. Мы были в пустыне Сахара. Мы проповедовали послание благодати в Нигере, Мали, в Сенегале, в Китае. Молитесь за меня. Я еду в Китай в этом году. Я не был там 30 лет. Я был в основании служения в Китае в 1981 году с моим братом. Я взял с собой своих детей. Хочешь поехать со мной, пастор Мэтт? Да, брось ты. Просто скажи да и доверяй Богу. Поехали вместе в Китай. Кия! Было замечательное путешествие. Послание благодати идет далеко. Пастор Стивенс на небесах, а послание благодати идет далеко. Бог избрал человека, отделил его для Евангелия благодати. И послание благодати идет далеко. Китай, Индия, Непал, Бутан в городах и деревнях. Мы были в одной деревне, где на дереве висели жертвенные животные. Я рассказывал эту историю уже. И люди поклонялись этому дереву как Богу. Сын Кети залез на этого дерева. Люди были шокированы этим. они не лазят на своего Бога. У нас сейчас 11 церквей в этой области и 4 библейских института. Здорово, не так ли? Что это? Послание благодати идет очень далеко. Невероятно. Мы здесь, в Балтиморе, и отсюда послание идет очень далеко. Такова природа послания благодати. С нами был пастор из церкви в Нигере. Может быть, 4 или 5 лет церкви было 12-14 человек. Но вот у них началось возрождение. Когда начинается Божье возрождение, тогда начинается возрождение еще одного дьявола. Когда действует Бог, враг тоже будет действовать. Не удивляйтесь этому. О, не могу поверить, что так произошло. Ты серьезно? Ты когда мы читаем Библию, Павел принес возрождение, и весь ад встал против него. Почему бы вам не читать Библию, чтобы знать это? Итак, этот пастор-миссионер из Буркина-Фасо насадил церковь в Нигере. Церковь возросла до 100 человек. Знаешь, что произошло? Они сожгли его дом, сожгли церковь и пытались сжечь его. Он убежал из страны со своей женой и детьми. Он приехал на конференцию в Того, я спросил, ты где сейчас? Он ответил, в Нигере. Семьей? Да. Да, но они сожгли твой дом, церковь и пытались сжечь тебя. Ты убежал из страны, а теперь ты вернулся. Да, это все послание благодати. Они должны услышать его. Другие могли бы сказать своей учености, как нужно действовать на миссии и зачем брать своих детей туда. Он сказал, Бог сказал нам ехать всей семьей. Так что, если вы хотите, поговорите с Ним. Послание благодати идет далеко. Мы были отделены для благодати Божией. Павел говорит, не могу поверить, я пришел к вам и насадил церковь семь лет назад. Кстати, так произошло и со мной однажды в 1993 году. Я был шокирован, когда вернулся в одно место. Павел говорит, удивляюсь. Это слово «саумадзо», что означает «я поражен». Галатам 1 глава 6 стих «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к новому благовествованию, которое, впрочем, не иное. не говорите мне, что много Евангелий. Могучее Евангелие, Евангелие свидетелей Говы. Я встретил одного из них вчера, он сказал «Его имя Иегова». Я ответил очень и очень вежливо «Да что вы! Его имя Яхве Исход 3.11.14 «Эго Эми» на греческом языке. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь». Он сказал «Это точно? Ничего подобного я не слышал. Тебе ничего подобного и не рассказывали. Бог Триедин, Отец, Сын и Святой Дух равны, вечны, и они личности. Вы со мной? Ты используешь слово Иегова и думаешь, знаешь, о чем ты говоришь. Просто угостите меня сникерсом. Вчера я съел два подряд сникерса. О, духовная энергия! Дух Святой и батончик сникерса. Не угощайте меня, пожалуйста. Всегда, когда я встречаюсь с такими людьми, я могу съесть 10 сникерсов. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к ному, благовествованию, которое, впрочем, не иное. Вы были отделены для Евангелия благодати. Я не был отделен для Евангелия процветания, для Евангелия чудес, для Евангелия говорения на языках, благодарения Богу за людей, мы любим их, но я был отделен для Евангелия благодати, таково наше служение. Кстати, кто-то сказал мне, я не понимаю, почему бедные люди не приходят в церковь. Им не нравится послание благодати, потому что благодать говорит, что вы ничто. Благодать говорит, вы были ничто, вы сейчас ничего не можете, вы будете ничто, вы большой ноль без Бога, а с Богом вы на высоте, с Богом вы благословлены, с Богом вы как Христос, уже не я живу, но живет во мне Христос, а что теперь живу, живу веру и Сына Божьего возлюбившего себя и предавшего себя за меня, не отвергаю благодати Божьей, для меня жизнь Христос, это послание благодати, для которой мы были, для которого мы были отделены, благодать функционирует во взаимоотношениях, в браке, воспитании, детей, дружбе, он не посмотрел на меня, может быть у него только один глаз, ну и что, он не поприветствовал меня, о, он не улыбнулся мне, может быть у него болит живот и ему не до улыбки, я не знаю, мы были отделены для благодати, вы со мной? Моя жена сказала, присядь на чашечку кофе со мной, я ответил, я по-настоящему, что ты по-настоящему, просто сядь и поговори со мной, я ответил, это благодать, ей нужно было мое внимание, может я, любите свою жену, я не сказал, жену, жену, нужно быть очень осторожными с этим, жены, любите своих мужей, и вся нам 5.22 говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, любой может повиноваться тому, кто любит его безусловной любовью, как вы думаете, вы не будете повиноваться, если божий характер не будет инициировать в отношении меня. Мы были отделены для благодати Божьей, это ключ, мы смотрим на работу Божью по всему миру, я не озабочен тем, сколько приходит людей, я озабочен качеством проповеди, мы с пастором Моррелла подстригаем мой газон один раз в неделю, я сказал ему, ты очень быстро подстригаешь мою траву, ты хочешь делать работу очень быстро и пренебрегаешь качеством, аминь, благодать это качественное послание, мы не пренебрегаем качеством проповеди, чтобы сразу же увидеть результаты, один человек сказал, если бы ты немного изменил свою проповедь, я бы пришел в твою церковь, я сказал, нет, ты будешь говорить мне, сколько людей придет ко мне в церковь в Африке, если я изменю свою проповедь, может ли Барс сбросить свои пятна, Малахи 3,6, Якова 1,17, евреям 13,8 говорят, что Бог не изменяется, я не буду менять проповедь, кстати, в наших церквах в Африке около 13 тысяч человек, так что мы неплохо держимся, мы не будем менять послание, чтобы ты был счастливым, и чтобы тешилось твое религиозное самолюбие. Мы были отделены для благодати Божией. Яне 20,32 и ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Невероятно! Вы, как лидеры, были отделены для послания из жизни благодати. Мы видим сотни пасторов Западной Африки, проповедующих Евангелие благодати. Знаете, что произошло на конференции в Тога? А, кто-то сказал мне, вы слушали проповедь, которую вы сказали пять лет назад? Я ответил, я не слушаю ни одну из моих проповедей. Мне они не нравятся. Я просто не могу слушать себя. Я начинаю оценивать, анализировать. На огромном экране пастор Стивенс проповедовал о победителях Великана. Вы помните эту проповедь? Эту проповедь перевел пастор Луиджи на французский. Эта проповедь появилась на экране прямо посреди выпускного вечера. Это проповедь, которая была сказана в Мэйне. Я подумал, невероятно, мы отделены для благодати Бога. Это и значит, что я не буду совершать ошибки. Конечно, я буду совершать их. Это не значит, что я перестаю быть грешником. Вы что? Того? Это не значит, что мы будем принимать неправильные решения. Это не значит, что мы не будем принимать неправильные решения. Мы говорим о том, что мы были отделены для благодати. Римлянам 1.1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Я не был отделен, чтобы стать бизнесменом или отцом или матерью. Вы можете быть таковыми. Это замечательно, и это от Бога, но я отделен для Евангелия благодати и для самого Бога. Бог, отделив меня, будет использовать меня в этих вещах, чтобы явить Его благодать. Вы со мной? Отделены для Евангелия благодати. Знаете, что сказал Моисей семь раз в Исходе 33? Даже не говори нам о том, чтобы мы шли сами. Ты сказал, что я обрел благодать в очах твоих. Ты идешь с нами? Ты идешь с нами? Если я обрел благодать в твоих очах, пойдешь ли ты с нами? Если ты не пойдешь, я никуда не пойду. Если нет благодати, я никуда не пойду. Если нет благодати, чтобы сделать что-то, я не буду делать это. Иногда человек говорит, я еду на миссию, но если это не Божий призыв, он поедет на миссию без Бога и без Божьей благодати. Также может быть так, что вы останетесь и не едете на миссию, тогда вы остаетесь без Бога и Божьей благодати. Я не знаю, это только между вами и Богом. Я не принимаю решения за людей. Я был отделен от благ... а я был отделен для благодати. Я принимаю благодать, и поэтому я могу функционировать в том, чему меня призвал Бог. Мы должны помнить это. Что Бог говорит в Захарии 4? Захарии 4, 6, не воинством и не силой над Духом Моим, говорит Господь Саул, и вынесет Он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. от краеугольного камня и до венечного камня. Все благодать Бога. Кто ты, великая гора перед Зараварем? У вас такие же великие горы, как и в моей жизни. Есть также и малые вещи. Помните историю, где моя красная ручка? Моя внучка взяла мою красную ручку, и как будто я потерял свое спасение. Где моя красная ручка? Кто взял мою красную ручку? Бог дает нам благодать для великих гор, и Бог дает нам благодать для брака, для безбрачной жизни, благодать в болезни, в трудностях, в финансах. Бог также дает вам благодать для малых вещей. Человек сидит с вами рядом, и когда он засыпает, начинает храпеть. Бог дает вам благодать на это. Просто нежно ткните его в Бог. Шучу. Бог дает вам благодать для великих гор, и для малых вещей. Мы были отделены для благодати, для малых вещей, для еженедельного подстригания газона. Это для меня большое приключение. Кстати, совсем недавно я понял, что мне нужно одевать защитные очки, когда я кашу газон, чтобы разные вещи не летели мне в глаза и не попадали. несколько раз камни залетали в мой глаз и так далее. Бог дает мне благодать для малых вещей. Мы отделены для благодати, и мы принимаем благодать Бога и продолжаем принимать ее. Моисей говорит, «Я никуда не пойду без Твоей благодати. Мы не построим храма без Твоей благодати. Я не смогу построить ковчег без Твоей благодати». Ной был отделен для благодати Божией. Никто в целом мире во времена бытия не был отделен для благодати, только Ной обрел благодать в очах Бога. 14 посланий начинается с «Благодать вам» и оканчивается «Благодать с вами». Прочитайте все послания, которые пишет Павел. Каждое послание начинается с «Благодать вам» и каждое оканчивается «Благодать со всеми вами». Только послание евреям заканчивается «Благодать с вами», но не начинается с «Благодать вам». Я так думаю, что Павел не хотел, чтобы знали, что он автор послания к евреям, потому что они могли бы не принять его. Павел отделен для благодати Божией, для послания благодати. Он Он не может изменить послание. Я хочу быть принимающим благодать в каждом аспекте моей жизни. Может быть, не всегда все в порядке. Мы говорили вчера на дискуссии из 1 Петра 5.10. Бог же всякой благодати... Скажите со мной, Бог же всякой благодати... Какой благодати? Всякой благодати. Всей благодати. Призвавший нас вечную славу Свою во Христе Иисусе... Сам по кратковременному страданию Вашему. О, мне не очень нравится эта часть стиха. Можно ее убрать? Что же говорит греческий оригинал? Он говорит по кратковременному страданию Вашему. Слово Пасхо означает, что вам была нанесена боль и страдания из сферы зла. Кстати, страдания это не только то, что происходит в Индии, в Африке и в других местах. Есть, где верующих сажают в тюрьму. Есть страдания умственные. Мы страдаем в этой стране, потому что зло захватило власть. Люди спрашивают меня постоянно, что происходит с твоей страной? Я отвечаю, пришлите к нам, миссионеров. Нам нужны миссионеры, молитесь за нас. Никогда ответом на вопросы не были политики. Ни республиканцы, ни демократы. Единственный ответ – Иисус Христос и только Он. Он отделил нас для благодати. Некоторые люди так захвачены политикой, что забыли имя Иисуса. Они рождены свыше. Итак, по кратковременным страданиям нашим, зло принесло вам страдания и боль. Что же идет после? Десятый стих. Да, совершит вас. Да, утвердит. Да, укрепит. Да, соделает непоколебимыми. Это действие Бога всякой благодати. Да, будет трудно. Ваши взаимоотношения когда-нибудь страдали? Вы страдали с другим верующим? Вы страдали с неверующим боссом? Вы были когда-нибудь затронуты злом? Кстати, когда мы пытаемся перейти на другую работу, следующий босс еще хуже. Вы меняете работу, не спросив об этом Бога. Это в атмосфере. Зло в атмосфере. Иакова 4 глава 6 стих говорит, что Бог дает большую благодать смиренным в противостоянии с плотью и дьяволом. Что такое мир вообще? Мир... Что такое мир? Мир это система, которая основана на ветхой греховной природе в союзе с демонами. Все это противостоит жизни Бога. Таков мир. Разве мы отделены для мира? Для путей этого мира? Для мышления этого мира? Да вы что, шутите? Как вы обходитесь с убийцами? Бог говорит, я использую его, чтобы вывести мой народ из Египта. Я использую его, как царя Израиля. Я использую его, чтобы он проповедовал Евангелие благодати. Да что вы? Они должны находиться в тюрьме. Поговорите с Богом. Я не говорю, что так не должно быть. Я говорю, что мы были отделены для характера Бога на нашей работе. В наших взаимоотношениях, в наших семьях, в нашем районе мы были отделены для Бога всякой благодати. Нет другого послания, нет другого Евангелия. Конечно, у вас есть свободная воля. Люди постоянно копаются в телевидении, в радио, в журналах, чтобы найти что-то, что тешит их иллюзии. Но заканчивается все неустройством ума. Тешение иллюзий заканчивается неустройством ума. Я знаю, что Бог призвал меня. Я знаю, что я был призван Его благодатью, Галатам 1, 15, 16. Когда же Бог, избравший у меня от отробу матери моей и призвавший благодатью Своей, я был призван и отделен вечным Божьим выбором, чтобы принимать Божий характер и природу. Я не хочу быть отделенным для психологии, для неправильного послания, для неправильного понимания, для неправильной цели. Я и вы отделены для природы и характера Бога. Таково наше послание. Это послание идет далеко. Аминь. Это послание идет далеко. Один человек сказал мне, мне предложили должность в Англии или остаться в моей церкви, в которой 30 человек. Я остался со своей церковью. Эта церковь платит 75 долларов в месяц, а на этой позиции 75 долларов в час я отделен для Бога. Если нужно пострадать и пройти через трудности, ничего. Я был призван и отделен от Бога. Таково наше послание. Аминь. Отец, благодарим Тебя. 14 посланий начинается и заканчивается благодатью Божией. Иисус сказал Павлу, довольны для Тебя моей благодати, ибо сила моя совершается в немощи. Спасибо, Господи. Мы отделены для Бога всякой благодати. Отец отдал Своего Сына. Сын дал Духа Святого. Дух Святой дал Церковь. Церковь дала Евангелие. А Евангелие дало жизнь. Это пять столпов благодати. Отец отдал Своего Сына. Сын дал Духа Святого. Дух Святой дал Церковь. Церковь дала Евангелие, а Евангелие дало жизнь. Мы были отделены для Бога всякой благодати. Благодарим Тебя, Господи. Вы сегодня здесь, и если вы никогда не принимали Иисуса Христа как вашего личного Спасителя, сегодня вы можете стать соучастником Божьей природы. 2 Петра 1,4. Вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Сегодня вы можете стать спасенным. Бог любит вас. Бог дал Своего Сына. Это благодать. Сын – Бог всякой благодати. Полнота благодати в Сыне, и Сын дан вам и мне лично. «Скажите, Иисус, спаси меня, войди в мою жизнь и живи во мне, дай мне Духа Святого. Отдели меня в любви. Отдели меня, чтобы я принимал милость, принимал благодать, был верным и имел цель». Если вы помолились этой молитвой, поднимите вашу руку. Скажите, «Иисус, спаси меня. Иисус, спаси меня. Спасибо за эту руку». И молитва сегодня для нас – «Боже, храни меня отделенным». Когда я начинаю блуждать в разных направлениях, храни меня, Боже, отделенным для Твоей благодати. Я был отделен для Тебя и для того, что Ты сделал еще от вечности в прошлом. Это не произошло в тот день, когда вы были спасены. Это произошло еще до основания мира. Ефессианам, 1 глава, 4-6 стих. «Мы были избраны в нем, мы были приняты в возлюбленном». Это вечная работа Бога. Бог отделил нас Себе. Когда мы понимаем эту истину, это учение, беспокойство уходит, страх уходит, человеческие мысли уходят. Спасибо, Господи. Приходит покой. Мы лично отделены для Бога. Мы отделены как церковь. Наш брак и наша семья отделены для Бога. Спасибо, Боже. Продолжай служить нам. Благодарим Тебя за то, что блажение отдавать, нежели принимать. Пусть то, что мы приняли, отражает то, для чего мы были отделены. Да отдаем мы благодать Бога погибшему и потерянному миру во имя Иисуса. Аминь. Продолжение следует...